Привет, с вами самостройщик Константин и в этом видео вы увидите обзор на аккумуляторный 18 вольтовый лобзик AEG BST18X. Если у вас нет дисковой пилы, то лобзиком можно много чего отпилить. Металл, дерево, пластик, ну и другие материалы. Главное не отпилить что-нибудь лишнее. Но и даже если дисковая пила у вас есть, то лобзик тоже не будет лишним, потому что он может делать пропилы глубже и пилить не только прямо, но и делать различные фигурные и криволинейные разрезы. Смотрите, лобзиком можно отпилить и сотый брус за один проход, а дисковой пилой нет. Ламинат и другой листовой материал пилится на ура, особенно такой грубой пилкой. Вот тут нужен был пропил 90 миллиметров и я его легко сделал лобзиком. Отверстие в пеноплексе ножом так быстро и аккуратно не сделать. А тут и шаблон для распила сделал и этим же лобзиком напилил сотый пеноплекс под прямым углом. Вес этого лобзика 3,5 килограмма вместе с аккумулятором. Ход пилки 26 миллиметров. Частота колебаний от нуля до 2050 в минуту. Глубина пропила металла 10 миллиметров, а древесины 80. Но я думаю и сотку он тоже возьмет. У меня уже был сетевой лобзик. Штука классная. Но основной его недостаток это конечно же провод. Он вечно мешается и цепляется. Этот лобзик не привязан к розетке и поэтому очень удобен в работе. Хочу рассказать вам о некоторых свойствах, которые мне понравились в первую очередь. Металлический корпус редуктора делает его очень надежным и живучим. В интернете я не нашел про него ни одного плохого отзыва. Многие мастера пишут, что этот инструмент служит им более 5 лет. То есть этот инструмент реально не убиваем. Литая алюминиевая подошва. Тут еще и пластиковая накладка есть. Инструмент довольно массивный, но это даже плюс. Рез получается более ровный и стабильный. Интересно реализована система зажима пилки. Пилка сидит очень плотно и не болтается. Регулировка оборотов на курке. Предохранитель курка. В зависимости от силы нажатия меняется скорость работы лобзика. Моментальная остановка. Угол наклона подошвы можно менять. Реализовано довольно удобно. Также здесь присутствует маятниковый ход в несколько положений. То есть пилка ходит не только горизонтально, но и вверх-вниз. Для распила некоторых материалов это будет очень кстати. Для дерева лобзик без маятникового хода я выбрать не стал. Сравните скорость без маятника и с ним. Большая часть инструмента из металла. Значит он прослужит дольше. Есть и недостатки. Жаль, что здесь нет подсветки. И когда зажимаете пилку, если вставить не до конца, то пилка получается повернута. То есть при смене пилки нужно быть внимательным. Инструмент работает от стандартных аккумуляторов 18 вольтовой линейки AEG. Эти аккумуляторы довольно быстро заряжаются. И продолжают работать даже при минус 18. Даже с 2 амперным аккумулятором заряда хватает надолго. Но вместо маленького аккумулятора все-таки рекомендую 5 амперный. С ним работать особенно приятно. На аккумуляторах имеется индикатор зарядки. Лично я считаю, что работать с аккумуляторным лобзиком реально удобней. Думаю лучше всего этот инструмент проявит себя при отделочных и ремонтных работах. А также при работе с деревом. Криволинейные пропилы делать лобзиком удобнее всего. Например, выпилить столешницу под круглую мойку. Да, аккумуляторный инструмент не дешевое удовольствие. Но если у вас уже есть другие инструменты 18 вольтовой линейки AEG, то можно сэкономить примерно в 2 раза. О том, как получить 6-летнюю гарантию на инструменты AEG, можно узнать на сайте всеинструменты.ру. Желаю вам строительных успехов. Увидимся в новых обзорах. А также на нашем строительном канале «Строим для себя». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok